МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа новости 24 часа в студии. Сергей Прухоров. Добрый вечер. Орден дружбы народов. Президент Беларуси вручил высокую награду лидеру российских коммунистов. Всем миром, как пострадавшие от урагана деревни возвращают к жизни, расскажет Татьяна Ревизоря. Первые страховые выплаты получили пострадавшие от недавнего урагана. И почему отдых в Греции скоро станет дороже? Через несколько минут экономический обзор Алексея Мартиненко. Все цветы июля собраны, а Славянский базар уходит в историю. О том, как Витебск прощается с фестивалем в материале Анастасии. Развитие союзной интеграции, в частности, продвижение совместных экономических проектов. Во Дворце независимости сегодня состоялась встреча президента Беларуси и председателя фракции Компартии России в Государственной Думе. Александр Лукашенко и Геннадий Зюганов также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня. Во время почти двухчасового диалога глава государства вручил российскому политику «Орден дружбы народов» за вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничество между Беларусью и Россией. Подробности встречи в материале Юлии Бешановой. Общение Александра Лукашенко и Геннадия Зюганова – это разговор о прошлом и настоящем. Четверть века после развала Советского Союза по историческим меркам срок немалый. С этой высоты хорошо заметно. Беларусь и Россия потеряли систему, равных которой не было в мире. На блоках большой страны начиналось строительство суверенных государств. «Компартия – это партия не развала, не противостояния, не революции и войны, а что эта партия нацелена на созидание. Я знаю, что говорю. Я этому очень рад. Но, тем не менее, и как оппозиционная партия, занимающая жесткую позицию, вы абсолютно правы. Я вот перед встречей думал, часто слышу, что и от вас, и от партии, мы потеряли страну. Мы действительно потеряли страну. Мы потеряли систему, которую создали за десятилетия, которая и вообще равной не была в мире, которую надо было шлифануть, доработать. И мы бы были совершенно иным государством, даже при развале Советского Союза. Если бы мы сохранили то, что нужно было сохранить, и сделали выводы из ошибок, их было немного. И они решаемы в течение пятилетки, советской пятилетки. Просто такие у нас были руководители. Хотя и они немало делали, но тем не менее. Поэтому страну потеряли, но еще и потеряли систему. И сегодня остатки этой системы, которую надо было бы, видимо, сохранить, мы начинаем ее добивать. Вот последние остатки этой системы мы добиваем. Особенно в экономике. Особенно в социально-экономическом развитии людей. Союзное государство Белоруссии и России в мировой геополитике явление уникальное. Секрет успеха не только во взаимодействии политических центров. Куда важнее прочная паутина межрегиональных экономических связей. С восстановлением этих разорванных цепочек когда-то начинался наш союз. Если бы мы, дополняя друг друга, одновременно поменьше торговались вокруг цены то на нефть, то на газ, то на мясо, то на молоко, а думали о кооперации эффективной, мы бы были конкурентны с кем угодно. Уверяю вас, с кем угодно. Причем наша продукция была бы не хуже и на треть дешевле, в том числе европейской. Мы бы не отдали свои рынки никому. У вас в республике потрясающий машиностроительный комплекс. Я в прошлый раз, когда был, был на всех ваших крупных предприятиях. У вас МАЗ 6 серии Евро-6, он похож на космический корабль, одна из лучших машин. Ваши трайлеры, которые наши тополя возят, мы сегодня уже не сделаем, а вы нам помогаете оборону крепить, вместе решаем эти задачи. Минский стадион «Динамо». Сегодня огромная стройка. Последний раз кардиналью реконструкции этой площадкой переживала накануне Московской Олимпиады 80-го года. Сейчас здесь бок о бок трудятся белорусские и российские студенты. Троотредовское движение – это то, что удалось возродить и в Белоруссии, и России. Мы довольны тем, что наши труды будут увековечены на многие десятилетия вперед. И что ни одно поколение будет ходить по стадиону, который строили мы. Приехать помочь Братской Республике, братскому народу, россиянам, украинцам – это как за честь, как за горы, плюс узнать, как живут у нас здесь в Беларуси. Опыт очень полезный. Ребята восхищаются нашей страной. Им нравится здесь у нас в Беларуси, особенно украинцам. Понравилась страна ваша. Весь год я мечтал о поездке в Беларусь снова. Когда мне предложили три месяца назад, я, естественно, согласился. Даже моя жена согласилась, она меня отпустила. Тесные региональные связи – главный тренд общей политики. Дела союзные обсуждают на форумах регионов. Кстати, третий союзный диалог был рекордным по количеству заключенных договоренностей. Объем сделок – около 300 миллионов долларов. Российские губернаторы не только интересовались белорусской продукцией, но откровенно признавались, у нас есть чему поучиться. Например, с белорусской помощью восстанавливали хозяйство Орловской области. Мы восстанавливали из руины пепла. Вот сейчас впервые сделали станцию по безжелезению воды. Делали и ваши мастера. Белорусская техника, белорусские машины, ваши инженеры-наладчики. Мы там отвоевали три коллективных хозяйства, мы договорились сделать образцовыми. В Белоруссии таких городков много, и ваш опыт уникальный. Если бы и Россия его реализовала, мы бы сейчас кормили пол Европы. И Беларусь, и Россия на пороге важнейшего политического экзамена. Парламентские выборы пройдут в обоих государствах с разницей всего в неделю. Вот уже два десятка лет две страны идут параллельными курсами. За значительный личный вклад в укрепление связи союзного государства и развитие экономических, научно-технических и культурных отношений между странами Александр Лукашенко вручил председателю Центрального комитета КПР высшую государственную награду для иностранных граждан – Орден Дружбы Народов. Носите ее на здоровье – это от души. Всегда. Я вам могу грузить, как я говорю. Спасибо. Ключевой момент для построения долгосрочного союза – доверие к партнеру. Народ в Беларуси и России хорошо помнит общее прошлое, в соседнем государстве чувствует себя как дома и строит общее будущее. А длительное партнерство на высшем политическом уровне дает гарантию независимости и свободы выбора. Сейчас в работе союзного парламента несколько десятков проектов. От совместного освоения космоса до сотрудничества между соседними городами. Что называется, продолжение следует. На Беларуси продолжается парламентская избирательная кампания. Сейчас в стране идет процесс выдвижения кандидатов. Уже после 1 августа станет известно точное число претендентов на места в Палате представителей. Сейчас зарегистрировано 445 инициативных групп. Они ежедневно проводят пикеты в поддержку своих претендентов. Я, как многодетная мать, хочу сказать, что очень много делается в этом направлении. И справедливость, именно социальное направление, это один из самых важнейших аспектов, которые интересуют меня. То есть это для меня очень важно. И те, скажем так, моменты, которые данный кандидат предлагает, для меня очень важны. Я думаю, важны для многих людей в нашей стране. Должен быть уверенный в себе человек, в первую очередь, и выполнять все, что говорит. Хорошим профессионалом своей деятельности. Это основное. Ну и как человек, естественно, потому что он будет работать людьми с коллективом. Помимо пикетов, инициативные группы продолжают и поквартирный обход. Впрочем, сбор подписей не единственный способ выдвинуть кандидата. Сделать это могут трудовые коллективы и политические партии. Уже заявили о себе трудовые коллективы. Пока еще немного, но 4 потенциальных кандидата выдвинуты трудовыми коллективами. Ну и активизировались политические субъекты, политические партии, которые в настоящее время проводят свои съезды. И главная особенность этих съездов, что каждая партия на своем съезде может выдвинуть кандидатов-депутаты по всем 110 избирательным округам. Ранее политические партии могли выдвинуть кандидата лишь в тех округах, где располагалась первичная организация, или ячейка с численностью хотя бы в три партийцам. Теперь это требование отменено. К событиям в мире. Исламское государство подтвердило свою причастность к нападению на пассажиров поезда в Германии. Экстремисты заявили, что 17-летний выходец из Афганистана, который набросился на людей с ножом и топором, отозвался на призыв, цитата, «совершать нападение в странах крестоносцев, которые борются с ИГИЛ». Кого-либо убить юноша не смог, но четверых ранил, причем серьезно. После того, как преступник отказался отдавать оружие возмездия, его ликвидировал спецназ. В столице Армении продолжаются переговоры с вооруженной группой, захватившей заложников. На данный момент в руках преступников остаются четыре человека, причем двое из них из руководства полицейского участка, в котором забаррикадировались боевики. Всю округу оцепили стражи порядка. К зоне, где дежурят силовики, никого не подпускают. Накануне группа людей пыталась прорваться к окруженным экстремистам. Зачем, неизвестно. А сам захват заложников в Ереване оказался радикальной политической акцией. Террористы требуют отставки действующего главы государства. Доля импортозамещающей продукции в Беларуси достигла почти 30%. Сегодня о защите внутреннего рынка говорили в Совете министров. К выпуску товаров, которые в стране производятся, но в недостаточном количестве, должен подключиться малый и средний бизнес. Мобильным компаниям, которые хорошо чувствуют спрос, сделать это зачастую проще, чем крупным производителям. По итогам первого квартала 2016 года, годовой задание по выпуску импортозамещающих товаров, производимых в недостаточном количестве, выполнено на 20,6% или 2,7 миллиарда долларов США. Если смотреть за квартал, то это, в общем, удовлетворительный задел на год. В то же время есть министерство, которым необходимо серьезно прибавить, чтобы выйти на прогнозную траекторию. В первую очередь, это Министерство хозфронт, Министерство архитектуры, концерт Белорусс Бумпром. Уборочная в Беларуси в самом разгаре, однако коррективы в работу аграриев внесла непогода. Так, на Гомельщине из-за грозового фронта в ряде районов зерновые полегли на значительных площадях. Справиться с ситуацией хреборобам помогает отечественная техника, оснащенная специальными стеблеподъемниками. Александр Добриян подробнее. Ну вот такое должно быть по росту, по высоте. А видите, как лежит. Виды на урожай в этом году в хозяйстве Михаила Цыганка были хорошие. Но воскресный ливень внес свои коррективы. Честно говоря, с такими полями давно не сталкивались. Именно вот полелость достигает 50-60%. А это всё ложится на затраты, естественно, на топливо. Поднять такие хлеба можно, убирая их исключительно против шерсти. То есть комбайн работает только в одну сторону. Расход топлива на таких участках удваивается, а скорость работы существенно сокращается. Стоячий хлеб убираем со скоростью где-то 3 километра. А этот вот полтора... Время теряется. Что за день можно убрать? 50 гектар, а так уберешь 25-30. Теряют хлеборобы не только в скорости, но, соответственно, и в зарплате. Правда, Александр Филипчик признаётся, что сейчас ему об этом думать некогда. Работа требует максимального внимания. Главная мысль потомственного хлебороба – как убрать без потерь. А зимая рожь на этом поле прикатана словно асфальтоукладчиком. Поднять её с земли помогает вот такая небольшая техническая хитрость – стеблеподъёмник. Это, конечно, не ноу-хау, но без него убрать урожай просто невозможно. Из-за сюрпризов непогоды аграрии вынуждены буквально вычёсывать урожай с полей. Тем не менее, есть и положительные моменты. Во-первых, зерно пока хорошо держится в колосе, и потерь при уборке практически нет. Во-вторых, несмотря на ливни, влажность самого зерна минимальна. А значит, дополнительно тратиться на его сушку не нужно. Повсеместно зерно достигло полной спелости. Влажность зерна составляет от 13 до 16%. В целом по области на сегодняшний день убрано четверть зерновых колоссовых культур. Конечно, свои коррективы вносит погода. Но благодаря профинализму людей, которые заняты на уборке, работа осуществляется без потерь. Несмотря ни на что, темпы уборочной на Гомельщине близки к максимальным. В день убирают до 5% от общей площади зерновых. Если погода не внесет свои коррективы, такими темпами страда в области может закончиться в ближайшие две недели. Кстати, по прогнозам, урожай зерновых колоссовых на Гомельщине в этом году перевалит далеко за миллион тонн. Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область. В Минской области состоится субботник по ликвидации последствий урагана от непогоды. 13 июля больше всего пострадали Березинский, Держинский, Минский, Смолевический и Червинский районы. Было повреждено почти 700 жилых домов и более 170 производственных помещений. В том, что с их восстановлением справятся в ближайшее время, сомнений нет. Для этого есть все необходимое, к тому же, что свойственно белорусам, к чужой беде нет равнодушных. Татьяна Ревизория продолжит. Эти вырванные деревья как будто декорации к фильму «Катастрофе». А такая картина нас встречает в деревне Кулешовка. От урагана это место пострадало больше всего в Смолевическом районе. И бурелом это еще цветочки, ведь разрушительная стихия не пожалела здесь ни один дом. Не унесенные ветром, они будто остались у разбитого корыта. И казалось бы, когда один на один с несчастьем, беда стала общей. А помощь начала приходить даже оттуда, откуда не ждешь. Молодая какая-то пара кушать возила. Ну, останавливались, а так люди сочувствовали. Узнают, звонят, предлагают помощь. Соседи с Минска, кстати, помогли тоже два человека. На эти выходные пять-двое человек, сказали преди. Подставить плечо это выражение здесь вспомнят не раз. У скорости приехали тут и начальство, но помогали. Хорошо, что у нас же изнесло крышу, все изнесло. Помогали, спасибо, а так чтоб я заробила. Тем временем старожил в деревне Борис Афанасьевич никак не может нарадоваться на своих новых помощников. И пошутим, и посмеемся. Ну, такой веселее в работе. Робят их на совесть и к себе. Вот их Андрейка старший, старый Димка, Лёшка, это золотые хлопцы. Так что большое спасибо им от нас, бабушкой. И такие строительные бригады работают по всей деревне. Масштаб работ обязывает. Помогаем населению. Во-во-во-во. В детстве случилось, вон и сарай, и дома, все посносило здесь. Но, конечно, инструменты в руки в эти дни взяли не только те, для кого это профессия. Усяго доброго. Да ладно, бабушка. Димка, дорогие. Все для вас. Димка, большое спасибо вам за все. Тот страшный ураган оставил дом Лидии Никитичной без крыши. Сегодня Кровля потихоньку приобретает прежний вид. Чтобы помочь бабушке из Орши, приехали друзья ее внука. Вот у них случилась беда. Ну, нам позвонили, мы и выехали. Надо как бы приехать помочь в горю. Я их считаю родными. Раньше была уже зима, знакомые были. Я их родные, дети у меня. Понятно, у каждого сейчас свой путь соли и забот не меньше, чем этих сломанных досок. Но даже наперекор разбивающей все стихии здесь удалось сохранить в целом самое главное. Соседи друг другу помогали. Помогали друг другу, бегали, сплотились все. Приехали дети и внуки, все. Горе-то всех. Одно на всю, на всю деревню. Мы общаться стали друг с другом. Знаете, как сейчас живут люди? Каждый сам себе. А теперь, конечно, вон со всеми. Да, все породнились, и деревня нас сблизилась. Конечно, на разрушенные за четверть часа годы местные еще долго будут смотреть с горищу. И все же едва ли не каждый сегодня подчеркнет, то, что в этой буре пострадали только дома, не иначе, как чудо. Такое же чудо, как и это гнездо аистов. Выстоявшее ураган на полуразрушенной крыше. Татьяна Ревизория, Александр Бутрим, Телекомпания СТВ. За страховкой после урагана обратились 3,5 тысячи человек. Первые выплаты люди уже получили. О каких суммах идет речь, узнаем у нашего экономического обозревателя Алексея Мартиненко. Алексей, здравствуйте. Видимо, стихия серьезно подпортила настроение страховщикам. Добрый вечер, Сергей. Уже сейчас выплачено больше 150 тысяч рублей. И это только по 150 запросам. Самая распространенная сумма выплаты составляет 700 рублей. Вообще, она, конечно, зависит от ущерба. Те, кто остался в прямом смысле без крыши над головой, получили около 2 тысяч. Большую роль играет и вид страхования. Если оно обязательное, возместят половину от суммы ущерба. Если добровольное, 100%. К этому времени специалисты оценили почти 3 тысячи страховых случаев. Комиссия за оплату наличными. Крупнейший белорусский банк с 1 августа за денежные операции в кассе будет брать 1 рубль с клиента. По такому принципу уже работает большинство коммерческих банков. Все условия для дистанционного обслуживания созданы, отмечают финансисты. А значит, есть возможность осуществлять платежи в удобное время, в удобном месте, без привязки к режиму работы отделения. В банке уточнили, что все вырученные средства будут направлены на благотворительность. В Греции с туристов начнут брать налог. Новый закон вступит в силу через полтора года. Придется дополнительно раскошелиться в зависимости от того, где запланирован отдых. Постояльцы пятизвездочных гостиниц заплатят дополнительно 4 евро за номер за одну ночь. 4 звезды обойдутся в 3 евро, 3 звезды в полтора. Остальным предъявят чек на 50 евроцентов. Греция традиционно один из самых популярных курортов у белорусов. В прошлом году эту страну посетили 35 тысяч наших сограждан. Вернуть деньги до конца недели. Те, кто планировал отдохнуть в Турции после 25 июля, сейчас могут рассчитывать на полную компенсацию. Все остальные случаи, если до путешествия осталось меньше 7 дней, будут рассматриваться индивидуально. После недавней попытки госпереворота в этой стране, белорусские туристы вправе отказаться от путевки в Турцию, перебронировать тур или вернуть деньги. Будем надеяться, что туроператоры позаботятся о своем имидже и проблем с выплатами не будет. На валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. Белорусский рубль укрепился ко всем трем составляющим валютной корзины. Доллар стал дешевле на 48 пунктов, евро на 25. Российский рубль сдал позиции впервые с начала прошлой недели. Теперь мы в курсе. Это были новости экономики. Спасибо. Это был наш экономический обозреватель Алексей Мартинюнок. Прощание со славянкой. В Витебске завершился 25-й юбилейный фестиваль искусств. Разрешилась и главная интрига. Наш Алексей Груз получил заветную лиру и гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни. Однако праздник в городе продолжается. В эти минуты на сцене летнего амфитеатра Александр Розенбаум после его выступления состоится гала-концерт звезд шансона. А завтра жители и гостей северной столицы ждет встреча с Дианой Арбениной и группой «Ночные снайперы». Подробнее о последних фестивальных событиях Анастасия Буд. Все звезды сошлись над белорусским исполнителем. И он стал не просто первым, лучшим. Интригу держали до последнего. Гран-при 25-го международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016» удостоверяется Алексей Гросс, Беларусь. А ведь гран-при мог не получить из-за небольшого отрыва в баллах от ближайшего соперника. Но в юбилейный фестиваль что только не случается. Со мной работали очень профессиональные люди. Я считаю, что это лучшие люди нашей страны. Мне кажется, это удалось. Почему свидетельствует вот эта статуэтка и наша общая победа. Безусловно, я дико рад. Я счастлив. За кулисами обладателя гран-при, кстати, встречали не только журналисты. Молодец! Здесь же уже известные артисты вспоминали, какими юными и безбашенными они были в свои 25 ровесниками фестиваля. Я заканчивал консерваторию в 25 лет. Помню. Ужасное время. Ну, для меня, по сути дела, только начало. Я думаю, что и для фестиваля тоже. Я уже был женатым человеком. У меня родилась дочь. Теперь у меня внуки. А 25 лет для Славянского базара – это очень молодой возраст. Но в то же время и солидные. На месяц четвертак. Мэтры сцены признавались. Первые концерты Славянского базара 25 лет назад. Пусть были и скромнее, но не менее дороги сердцу. Я еще с Володей Мулявиной, когда он начинал это движение, он у меня вот сохранился. Первые два концерта еще. Первые два Славянских базара. Володина, там, Бабкина, все еще такие юные, такие радостные, такие живые. А сейчас это уже монстры такие. Сейчас это уже классика. Артистов, кстати, в дни Славянского базара можно было встретить не только в летнем амфитеатре, но и в городе мастеров. Ну а сегодня последний шанс прикупить подарки друзьям и близким. Пожалуйста, привези Руслан домовых. Я говорю, каких домовых? Белорусских у нас в Беларуси есть домовые. Есть домовые, привези. Юбилейный Славянский базар, как это ни печально, уже ушел в историю. В личную историю каждого артиста. Леонтьев снова давал сольник, как и 25 лет назад. Пугачева и Галкин вернулись на место своего знакомства. А для Беларуса Гросса сцена летнего амфитеатра стала стартовой площадкой в карьере. Вспомнить, пожалуй, будет что. Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебск. И последнее. Небывалая удача улыбнулась рыбаку из Гомельской области. Мужчина поймал карася весом почти в 2,5 килограмма. Это традиционная рыба для водоемов нашей страны. Ее максимальный вес, как правило, гораздо меньше, чем в случае с гомельским уловом, который на этот раз превзошел все ожидания. И на этом у меня пока все. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by. Репортажи и эфирные видео всех программ в любое время доступны на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Итоги вторника подведем в 22.30. В студии работал Сергей Прохоров. До встречи в эфире.